Сегодня у нас в гостях наш столичный предприниматель Камбат Арслан. Еще Камбат называют королевой мрамора. Пизанская башня внутри облицована этим мрамором. Ну это мечта. Из лимона сделать лимонад, а затем получать дивиденды. Ты растешь, твой бизнес по тебе подтягивается. У вас и дети подросли, у вас сейчас сын занимается, да? А почему такое, что вы не успели по срокам? Здесь мрамор, здесь мрамор, все мрамор, везде мрамор, потому что никто не успевает, кроме Камбат. Вам респект супругам, потому что вы везете мрамор просто со всего мира. Мне было суждено заниматься таким большим, очень сильным, мощным, энергетически наполненным материалом. Это на самом деле большая честь. Сапожник без сапог – это точно не про Камбат Арслан, потому что у нее дома везде мрамор. Мы можем увидеть, как можно использовать этот натуральный, роскошный, энергетически сильный камень именно в интерьере. Конечно, я с удовольствием покажу. Потому что я сама этим материалом очень давно пользуюсь и сама люблю, и всегда коллекционирую, можно сказать, сколько у меня было домов, квартир, офисов. Везде у меня я подбираю, в первую очередь, под себя. Мой муж под себя подбирает. Это те материалы, которые усиливают наши сильные стороны. А как можно понять, что именно этот мрамор, он мой? То есть это нужно послушать свою интуицию, да? Это как раз нужно почувствовать. Почему к нам клиенты когда приходят, мы почему сделали театру Даля Петра, это выставочный зал получается, куда клиенты приходят с огромным удовольствием, именно для того, чтобы потрогать, пощупать, посмотреть и выбрать свой камень. Ну вот этот вот мрамор, например, это Джало Сиена, пизанская башня, внутри облицованная этим мрамором. Вау, правда? Да. То есть это итальянский мрамор? Да, да, да. Он находится, добывается в месторождении Сиена, это рядом с Флоренцией, недалеко от Флоренции. Ну у него, наверное, есть какой-то лимит, то есть его уже невозможно добывать всю жизнь? Ну они уже такие исторические, да, конечно же, это на цену сразу влияет, то есть когда они, их становится меньше. Ну это вот тот материал, который во всех, во многих, во всяком случае, итальянских древних соборах. Я когда была у вас впервые в театре Деля Петра, где просто музей камня, я увидела вообще такое разнообразие и вам респект, супругам, потому что вы везете мрамор просто со всего мира. Мне было суждено заниматься таким большим, очень красивым материалом, историческим материалом, очень сильным, мощным, энергетически наполненным материалом. Это на самом деле большая честь, которая случилась вот благодаря Всевышнему с одной стороны, а с другой стороны благодаря внешним обстоятельствам. Это же произошло лет 20-30 назад, да? Это 22 года назад произошло, благодаря тому, что этот город стал столицей. И, соответственно, начала развиваться строительная индустрия, и благодаря этому начала создаваться вокруг строительной сферы экосистема. Появляться начали хорошие, сильные строительные компании, вокруг них начали появляться производственные компании, которые обслуживали эти строительные компании, дизайнерские студии. И, соответственно, вот таким образом появилась такая вот возможность всем заниматься, всем развиваться. Я считаю, что переезд в столице сыграл большую роль в становлении малого и среднего бизнеса в строительной отрасли. Это очень круто. И так как ты работаешь уже, да, ты уже начинаешь идеи свои воплощать, и ты постоянно развиваешься, растешь, обучаешься сама, обучаешь людей. Какие-то идеи приходят, и ты уже начинаешь понимать вот это вот все, переносить на то, чтобы людям стало это понятно, доступно. То есть, с одной стороны, как бы большой выбор предоставляешь, да, с другой стороны, ты разъясняешь, чтобы это большему количеству людей стало понятно. И, в общем-то, вот таким образом люди начинают любить этот материал. Потому что изначально мы работали в основном с профессионалами, да, то есть проектные компании, архитектор, дизайнеры интерьеров, строительные компании. Те, которые проектируют здания и сооружения, да, и профессионально подходят и ищут, туда закладывают материал, который соответствует уровню их проекта. Но потом начинают дизайнеры интерьеров развиваться, они начинают изучать, и, соответственно, они тоже растут и развиваются, и начинают своим клиентам, то есть розничному рынку начинают объяснять. Поэтому, знаете, это естественный ход событий, такое, знаете, органичное развитие. В 97-м году столица переезжает из Алматы в Астану, и это как раз время становления и ваше, да, то есть вы с супругом работали в строительной сфере. Да. И вы уже тогда были замужем. Мы познакомились и женились в 98-м году, мы строили, получается, пятизвучный отель «Интерконтиненталь», я работала в строительной компании, мой муж работал в подрядной компании, мы там познакомились. Вот, когда строительство там закончилось, мы начали, ну, свой бизнес по мрамору. Почему вы выбрали именно мрамор? Вы знаете, так получилось, что тоже обстоятельства сложились так, что нас пригласил наш компаньон на тот момент, который занимался этим бизнесом 30 лет до нас, ему нужен был хороший партнер здесь, и мы начали с ним вместе заниматься, вот, а в 2005-м году он, приехала к нему семья, и он начал с ними работать, а мы с мужем начали отдельно работать в 2005-м году. Вообще, историю всей нашей компании за, с первого дня по сегодняшний день, 22 года истории, я очень подробно, со всеми нюансами, со всеми взлетами и падениями рассказываю на своем мастер-классе «Работаем играючи». Я вот провожу этот мастер-класс каждый месяц, и столько откликов классных, столько отзывов вообще просто… Ну, вы, кстати, я на одном из мастер-классов была, вы вообще не боитесь делиться всеми им сайтами, вы показываете структуру компании, как работает финансовый директор, как работает бухгалтер, вы рассказываете про свои фейлы, падения, да, то есть на чем вы обожглись, то есть вам не страшно передавать опыт, потому что вы понимаете, что конкурентов нет? Нет, почему я, наоборот, очень искренне и щедро делюсь этой информацией, потому что мы все-таки первооткрыватели в какой-то степени, нам просто так вот получилось, да, что мы оказались теми людьми, которые, можно сказать, историю предпринимательства в Казахстане создавали, историю малого и среднего бизнеса. Грех большой не делиться этим опытом, тем, что мы прожили, тем, что мы пережили, через что мы прошли. Это все то, что вот было, происходило здесь, на наших глазах, и это то, что близко будет тем, кто казахстанским предпринимателям, которые здесь работают. То есть не тот опыт, который, допустим, получили, которому они обучаются по книгам, да, в Америке или, например, там, в Европе, а именно то, что здесь было. А сейчас давайте посмотрим, где же спит кумба-торосла, где она наполняется энергией. Да, да, да. Ну, это кварцит, древняя порода, кварцита, азума-каубас называется. Камни как-то в интерьере тоже, они интуитивно шли. Во многие породы я влюблялась очень давно. Вот джиала-сена, это, допустим, порода, которая давно меня вдохновляла, я хотела где-то у себя это иметь, но как-то нигде не получалось, и когда мы начали здесь ремонт делать, как-то у меня впервые, я уже сразу поняла, где, что у меня будет. Когда смотришь на мрамор, ты как будто в галерею приходишь, да, то есть и ты, каждый видит свое. Вот я, например, у вас в театре Лилопетрия видел этот мрамор, я подумала, что это либо фото из космоса, либо, ну, это океан, но только снимок из космоса. Это кварцит вообще, это древнейшая порода, этим камням более, ну, 150 миллионов лет, как они формировались. Добывается, он очень сложный, например, этот макалбас, он добывается под землей в шахте. Ну, то есть это такие вот энергетические, сильные, мощные камни. Давайте посмотрим вашу ванную. Да. Тут у вас вход через гардероб, да? Да. Как здесь красиво! Ну, эта ванна, моя любовь вообще, я в этой ванне провожу очень много времени, очень люблю эту ванну, она с такой огромной любовью сделана. А что это за мрамор? Это называется Brickcher du Van Dome, это французский карьер, добывался в этом месторождении. Этот месторождение уже в данный момент не работает, и когда я узнала, что это месторождение закрылось, у меня были закуплены давно еще остатки слэбов, я именно под него, вот, я, то есть ремонт, вообще идея ремонта началась с этого камня, я хотела у себя оставить на память этот камень, потому что это... То есть его больше нет? Его, ну, сейчас в данный момент его нет, есть только, в данный момент есть блоки еще закупленные у Антолини Луиджи. Вау, это комната для спорта у вас здесь, да? Это же это флай-йога, да? Да, да, да. Так, жалко, что я в юбочки пришла. Слушайте, что это за красота? Это кварцит, это один из тех камней, которые я тоже в первый раз, когда увидела, влюбилась. Сначала появился кварцит, потом мрамор? Да, это древний камень, это более древний. То есть, получается, все началось с кварцита? Да. Родина вообще мрамора, это Италия, да? Мрамора, да, но кварциты, они в Бразилии, в большей части, это Южная Америка. Вообще, их, конечно, и в Африке тоже есть, но самые большие залежи кварцита именно в Бразилии. То есть, вы это из Бразилии возите? Мы возим из Италии. Блоки привозят в Бразилию. В основном собственниками бразильских карьеров являются итальянцы, так исторически сложилось. Вообще, вот эти вот камни, это еще с эпохи Пангей, когда земля была одним суперконтинентом. Тогда не было еще вот этих разделений между континентами и кварциты. Вот, например, есть кварцит у нас, Fusion Wow называется. Часть его находится в Африке, а вторая часть находится в Южной Америке. Это один и тот же камень, просто когда вот такое разделение было, континент. Как вы это привозите? Ну, мы привозим с лэбами, вот вы же видели, вот такие большие. Их распиливают из блоков, то есть блоки добывают на карьерах, например, в Бразилии. Камбат, вы начали заниматься мрамором с супругом 22 года назад. Астана только строилась, да, здесь просто, честно говоря, любым строительным бизнесом займись, станешь богатым, да. И я думаю, что все большие объекты, там, начиная с Ахурды, да, Дворец, там, Независимости, все-все-все вот эти вот большие, огромные проекты, они строились с вашим участием? Да, конечно. И можно сказать, что вот там свой капитал первый, да, то есть там свой первый миллион вы заработали за счет участия строительства в государственных объектах? Мы все, что мы зарабатывали, мы все вкладывали в производство. Нет, ну вот вы же это все строили? Ну, конечно, мы строили столицы. Где лежит ваш мрамор? Мы этим очень гордимся, очень. Практически весь левый берег, все здания и сооружения республиканского значения, городского значения, везде мы работали, конечно же. То есть это Верховный суд, парламент, Ахурда? Да, ну да. Я не могу сказать, что мы все там в Ахурде, например, делали. Там работала компания Мобитекс и какие-то, какие-то виды работы они нас привлекали. Но, допустим, казахстанские строительные компании, они нас там на 100% привлекали. Резиденции строили? Да, очень много объектов строили. Ну, мы сами строили, мы сами участвовали в отделке мрамором. У вас были конкуренты на тот момент? И сейчас есть, и тогда были много конкурентов. Мы же еще конкурировали не только с нашими местными, например, мы конкурировали еще с заграничными, с зарубежными, потому что строительные компании, особенно иностранные строительные компании, они приглашали своих. Из Турции приглашали мраморные компании, из Италии приглашали мраморные компании. То есть конкуренции всегда было много в нашей сфере. Сложно было работать на государственных объектах, потому что это и большая ответственность, да, то есть и, я думаю, там и подвести нельзя не по срокам, то есть они же там любят 6 августа или 6 декабря. 7 июля обычно. 7 июля, да. К конюнгу города, да, да. Всегда успевали? Были такие моменты, и это, конечно, вот дало импульс для развития в нашей компании систематизации, потому что я посмотрела, знаете, вот долго нет финансирования, долго они согласовывают чертежи, там, проекты, да, а потом в последний момент, когда там остается 2-3 месяца, а нам же надо еще работать, изготавливать, и тут, знаете, все, получается, начинают требовать, знаете, и начинаются вот эти звонки, требования, чтобы этот, и мы разом начали работать, знаете, в 3-4 смены, это несколько лет подряд началось, ну, в смысле первые годы, и я не могла понять, в чем дело, и получается, те клиенты, которые заплатили вовремя, и там все согласовали вовремя, да, получается, нам приходится их просить, чтобы они подождали, и я просто поняла, что что-то не то, ну, так как, ну, не понимали, потому что мы же, мы были вот заточены на то, чтобы проекты реализовывать, да, и потом, как раз вот в 2013 году, вот я увидела первый раз рекламу Кирилла Куницкого, систематизация бизнеса, такая, думаю, боже, какое важное слово, которое мне, вот оно, вот оно мне нужно, и вы знаете, я начала с ним сотрудничать, и вот 3 года с ним сотрудничала, пока все до миллиметра не систематизировала. Сейчас у вас система работает идеально? Да, да, потому что вот нужно было вот этот опыт пройти, понять, чтобы... А было такое, что вот вы не успели по срокам? Ну, практически такого не было. А это, например, там, условно, резиденция Назарбаева или там Ахурда или еще что-нибудь? Такого не было, потому что, видите, удобно всегда, когда есть у тебя производство, всегда можно производство ночью открыть, мы, кстати, работали так и ночью, у нас вот прям вот прям брали, вот днем работали, ночью работали, ребят на две смены разделили, потому что у тебя, когда свое производство, ты, наоборот, у нас были такие объекты, когда они не успевали, и тем, там, кто должен был, допустим, другие работы делать, например, дерево, да, или там где-то керамогранит. Заказчик говорил, все, здесь мрамор, здесь мрамор, все, мрамор, везде мрамор, потому что никто не успевает, кроме комбат, никто не успевает, а у нас, потому что мы заточены были. И в итоге везде был мрамор, да? И, наоборот, знаете, вот были такие ситуации, когда проект, например, проседает, допустим, они кого-то пригласили других, да, а те не успевают, и они у тебя забирали, проект нам отдавали, и мы как раз на этом даже зарабатывали больше, потому что мы занимались или переделкой, или срочно, мы как раз к этому пьют, мы говорили, так, скоро день гор, надо закупиться побольше. То есть мы как готовились. Это были жирные времена, и я думаю, что денег тогда было очень много, деньги, в принципе, я думаю, здесь особо никто не контролировал, вы заработали хорошо. Нет, ну почему не контролировал, это все очень даже контролировалось. То, что мы зарабатывали, мы построили производство с нуля, это, знаете, не так просто. Построили производство, оснастили высокотехнологичным оборудованием, то есть представителю малого и среднего бизнеса, это не просто взять с бизнеса, да, вот это вот строить. Если бы не было вот этого периода, то навряд ли бы здесь вообще появились производственные компании, были бы только вот эти купи-продай, понимаете? И я считаю, что мы попали в это уникальное время, это все-таки заслуга первого президента в том, что все-таки здесь, в Казахстане, в Астане у нас есть производственные компании, и развивается малый и средний бизнес. Потому что мы попали в такое время, когда проекты были с одной стороны, с другой стороны мы могли производство строить благодаря государственным программам. И государственная программа ДАМУ, например, да, Уендрис, например, она дала таким-таки производственникам, как мы, прекрасную возможность оснастить именно не каким-то дешевым, да, а именно высокотехнологичным оборудованием. Дала возможность построить, а понимаете, да, там в промзоне провести отопление, понимаете, да. Да, мы продали коттедж для этого, дом свой продали, да, но вы меня извините, это же все, знаете, оборот, понимаете, это все и государственная программа, да, возможность льготного кредитования, да, это свои какие-то ты, да, там свои возможности, да, используешь, да. И в то же время, когда у тебя есть какие-то проекты, которые ты можешь, ты можешь оборот какой-то есть, да, ты можешь как-то инвестировать деньги, да, сделать, построить производство, да, построить склады, оборудованием оснастить, отопление провести, водопровод, канализацию внутри территории, снаружи, то есть инженерные сети, электричество провести, знаете, это колоссальные расходы, мы реально, мы дом продали, машины продали, все, что квартиры какие были, мы вот так, знаете, мы все время в ипотеке жили, синергия называется, когда государство политику ведет такую, чтобы появлялись предприниматели, а предприниматели, это те люди, которые рискуют там, да, своими имуществами, они сидят, они живут, когда мне там государство даст гарантию, что я сейчас вложу свои деньги, да, и оно мне будет гарантировать, что я потом эти деньги не потеряю, да, ничего подобного, тут государство вам какую-то политику свою ведет, предприниматели рискуют, да, и только тогда что-то возможно создать. Тингиз, какой ты красавец, слушай, тебя родители оставили тут за главного, да, и бизнес тебе оставили, и дом тебе шикарный оставили, да, теперь ты будешь королем мрамора. Нет, мама королева. Мам, ты будешь принцем, мраморный принц, слушай, ну классно. Мак, ну вы как сейчас, будете на две страны жить, да? Да, живем на две страны, и это так классно, ты когда, знаешь, оказывается, туда-сюда летаешь, вот мы прилетели, я прилетела в Казахстан, в неделю прям круто поработала, потом поехали в Италию, в Италии прям круто поработали, с командой, кстати, же мы были, я возила в Италию координатора проекта, возила руководителя монтажной бригады, Тингиз ездил, да, Тингиз как, как тоже получается, как по продажам, да, ответственный, и я, вот мы четвером ездили, мы там были на выставке, мы там были на заводах, мы там были на карьерах, это просто незабываемая поездка, была, ребята такие довольные. Мне кажется, сейчас такое время, когда можно, по сути, жить и в двух, и в трех странах, да? Сейчас вот неделю по работаю, и поеду уже. Ну а для чего тогда вообще делать так много лет бизнес, если ты не можешь его систематизировать, и сейчас можете уже отдохнуть. И сейчас могу отдохнуть и получать удовольствие от своей работы, делясь со своими соратниками, понимаете? А что толку себе бы, я одна или с там сыном ездила бы на выставку туда-сюда, понимаете? Уже все ты сто раз видишь. А сейчас ты возишь, ты просто видишь, когда такую радость испытываешь, когда ты видишь, как люди это все впитывают, это вообще, это ни с чем не сравнимая радость. В прошлом году я возила начальника производства, руководителя отдела продаж. Я вот, они, весь год они, вы знаете, под этим вот впечатлением, знаете, работали. Вот сейчас свозила ребят, они говорят, мы будем там два года точно под этим впечатлением. Я говорю, ну классно же, классно. Ну это мечта, это мечта, наверное, любого бизнесмена, потому что никто не мечтает работать там до 70 лет, пахать, да? Все мечтают до какого-то определенного возраста максимально выжить, да, весь там, из лимона сделать лимонад, а затем получать дивиденды. У вас и дети подросли, у вас сейчас сын занимается, да? Да, старший сын уже вырос и уже окреп, он возглавлял отдел продаж в Алматы, там наладил работу, и он окреп и приехал, получается, в Астану, и в Астане он сейчас стал как бы заместителем, но у нас есть исполнительный директор, вот. Но он контролирует сейчас весь бизнес? Он не то, чтобы контролирует, он учится. А сколько ему лет сейчас? Ему 22 года, он впитывает, он на производстве все смотрит, как это все происходит. Какой у вас все-таки мудрый супруг, да? То есть он сделал, фундамент создал и оставил теперь все старшему сыну. И теперь вы можете наслаждаться отдыхом заслуженным, да? И сын сейчас берет все в свои руки. Да, он, видите, надо уметь вовремя все-таки передать, да, и вовремя оставить, и вовремя отпустить. А как он по цифру Паши это делал? Ну, мы еще не отпустили, ну, в смысле, мы и передаем постепенно. Мой сын говорит, мама, говорит, я тебя принимаю как наставника, на работе можешь мне делать любые замечания. Я такая думаю, боже, ну, это значит, все не зря, и действительно, значит, парню можно довериться, и можно действительно, потому что раз он так сказал, ты мой наставник. Я думаю, это самая лучшая похвала, которая может быть. И я рада, что он ездит на объекты, на производстве, с людьми общается, смотрит. Но самое главное, я ему говорю, что надо научиться продавать, продажи делать. И пока он не начнет стабильно делать продажи каждый месяц, хотя бы на 500 тысяч, на миллион тенге, вот когда он начнет это делать, тогда он почувствует себя действительно уже человеком, которому можно будет уже доверить это все. Если не секрет, сколько лет вам и вашему супругу? Моему супругу 59, а мне 48. То есть, в принципе, вы уже все отработали свое, можно сказать? Да, но видите, видите... Хотя я вот чувствую, как будто бы еще вот вы есть, так сказать, корот. Конечно. Нет, знаете, как видите, у меня муж как... Так как у меня муж очень действительно мудрый человек, и он знает мой творческий потенциал, он знает мою энергию. То есть, он, наоборот, способствует тому, чтобы я... Не останавливалась. Не останавливалась, во-первых. А потом вот то, что онлайн сфера нам дает, digital marketing, то, что дает, это действительно очень круто. Я, когда с ним вот мы обсуждаем, он говорит, о, круто, круто. А вот так, может быть. И мы с ним, знаешь, знаете, больше занимаемся творчеством. Это же огромное благо для нашего дела. Прежде чем выбрать мрамор, да, у Combat Stone Décor, я все-таки рекомендую пройти ваш мастер-класс или пройти ваш онлайн-курс, потому что вот прийти вот так вот, вот так выбрать, это не то. А вот когда ты знаешь, например, там, природу вот этого кварцита, да, или там, природу оникса, да, то есть ты знаешь, что этого мрамора больше нет и не будет. Да. Или там он в Пизанской башне внутри. Да, да, да. Когда, знаете, не для понтов что-то делаешь, а когда ты делаешь, ориентируешься на свою интуицию. Это новый уровень вообще клиентов, это новый уровень мастерства. А много таких клиентов у нас в Астане? К радости, да. А раньше? И я хочу сказать, что в Астане особенно, потому что здесь дизайнеры интерьера в Астане очень крутые. Почему? Потому что, ну, во-первых, способствовала этому ситуация, да, то, что столица, да, и много работы было. И то, что мы здесь находимся, мы очень много дизайнеров взрастили, реально крутых дизайнеров, которые, ну, благодаря тем знаниям, которые мы даем. Ну, а они росли вместе с вами. Потому что не каждый знал. Я же говорю, мы сами многих взрастили. Поэтому, конечно, наши астанинские дизайнеры, они очень сильно отличаются от всех других, потому что я постоянно 22 года, представляете, рассказываю, 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 показываю, делаю, вожу. Все делаю для того, чтобы вот этот кругозор у дизайнера интерьера расширился. У людей есть страхи очень много. Я же вот как раз-таки почему мастер-класс по мрамору веду, потому что я столкнулась с тем, что очень много страхов у клиентов, у дизайнеров. У меня была история, ко мне пришла клиентка с коммерческим предложением, подходит ко мне и говорит, Комбат, подскажите, пожалуйста, я что-то не поняла. Это предложение 2 миллиона долларов или это 2 миллиона тенге? И тут у меня, знаете, такое, жетон, что говорят по-турецки, знаете, такая, думаю, блин, вообще, у людей вообще нет понятия, сколько это может стоить. Сколько стоит мрамор, да? Да, хотя эта клиентка... Она готова была согласить 2 миллиона долларов? Да, она пришла еще по знакомству, и получается, она очень состоятельная женщина, у нее есть там свое хозяйство, там все, она ездит, путешествует. Ну, просто вот у нее руки не доходили до ремонта, и она вот просто решила начать делать, и она никогда не сталкивалась. И она говорит, всего 2 миллиона тенге, я говорю, да, это речь шла о прихожей, там просто была художественная пора. Она испугалась, думала 2 миллиона долларов. Она думала, что это 2 миллиона долларов будет стоить, представляете, я такая думаю. А мы как раз тогда вот создавали онлайн-курс, и тогда я как раз думала над структурой онлайн-курса, и вот этот момент послужил для меня как раз-таки первый модуль сделать, посвятить психологии, как раз ограничивающие убеждения. Я обучаю сейчас дизайнеров интерьера, этому мастерству работы с мрамором, и это очень круто, я готовлю сейчас учебную программу для них, да, то есть у меня есть свой автовебинар, у меня есть онлайн-курс, я провожу мастер-классы, как провожу для дизайнеров интерьера. То есть как только вы начали заниматься развитием личного бренда, вы вот этот трафик увеличили? Да, конечно. Воронка закрутилась такая, чтобы привлекать, да, то есть не каждый же человек может там мрамор купить, но сначала он должен ознакомиться с твоим брендом, так же ведь? Это как, есть такое понятие, как лид-магнит, да, или там Tripwire, да, то есть вот это все, ты, это все тоже, по сути, систематизация. То есть я вот этот весь 21-й год, 22-й год, вот первый, да, до сих пор даже, да, посвящаю тому, что я вот эту инфраструктуру, этот скелет, так скажем, да, укрепляю, понимаете? То есть оффлайн мы укрепили, слава богу, да, то есть есть, допустим, отработана уже система делопродаж, координация проекта, реализация проекта, да, и это очень круто. Я считаю, что это прекрасная возможность сейчас для всех бизнесменов, и я смотрю, вижу, что в Казахстане многие предприниматели вышли на передовую своего бизнеса. Мне очень нравится, например, как Лилия Рах там танцует, например, да, там, это очень круто, это же очень аутентично. Да, то есть все выходят из зоны комфорта и делают что-то новое. Да, это классно. Раньше я просто помню, как бизнес, допустим, делался, да, людей нанимали, там, я не знаю, допустим, в кафе, там, или в этом салоне, там, охранник сидел, там, да, например, там, два-три, там, администратора, да, а сейчас все делают сами предприниматели, потому что они понимают, что если они сами это не будут делать, если они сами не выйдут, не будут встречать гостей, то это будет очень сложно. Это как наш вот бизнес, например, да, семейный бизнес, это по подобию итальянских бизнесов, да, все в основном мраморные компании в Италии, они в основном все семейные, но и не только мраморные компании, а все и фэшн даже компании, да, и там рестораны, все семейное. Как делается муж, допустим, повар, жена на кассе, сын и дочка официанты? Ну, вот по такому принципу любой бизнес строится. А делят деньги как потом? Ну, как-то, наверное, договариваются, распределят, но я думаю, что, знаете, это все тоже должно быть расписано. Вы, кстати, как делите деньги в семейный бюджет? Ну, у нас зарплата, вот у меня зарплата, у мужа зарплата, у сына зарплата, у всех зарплата. Ну, на одну зарплату ты не проживешь? Ну, у нас есть еще дополнительный, допустим, у нас есть дополнительный какой-то бизнес, откуда вы, допустим, а так, а так, в принципе, мы всегда деньги вкладываем в свой бизнес. То есть у вас есть зарплата своя, но если там вы хотите сделать какую-то большую покупку, то вы можете рассчитывать на мужа? На мужа, да. Да, потом, помимо этого, ну, можно там, допустим, что-то взять, допустим, в долг у компании. Ну, мы не разделяем свои, то есть мы четко разделяем, то есть деньги бизнеса и деньги наши деньги. То есть вы не можете там в любой момент, сказ, собрать деньги? Нет, 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 это и то у нас есть исполнительный директор, у которого, который смотрит, и который, ну, как бы смотрит по обстоятельствам, даже если нам что-то нужно, то мы уже там регулируем как-то так, чтобы потом вернуть эти деньги. Камбат, вот с высоты своих бизнес-лет, да, что вы можете порекомендовать молодым предпринимателям, потому что вот ваша история, она вдохновляющая. Семейный бизнес, успешная компания, да, все свое, там, не в аренде, да, производство свое. Сейчас вы живете в Турции, да, ваше дело продолжает ваш сын. Что нужно делать правильно для того, чтобы вот так бизнес сложился успешно? Вообще, если честно, я этим всем делюсь на мастер-классе «Работаем играючи». Ну, у нас, знаете, как бы бесплатно вы должны поделиться. Последний мастер-класс, кстати, я делала уже с учетом вот своих новых озарений, да, инсайтов, которые со мной произошли за последние два месяца. Предпринимателю очень важно заниматься личностным ростом, личностным развитием. То есть ты сам расти не будешь, что твой бизнес тоже расти не будет. Поэтому ты растешь, твой бизнес по тебя подтягивается. Ты растешь, бизнес по тебя подтягивается. То есть это, естественно, личностное развитие, то есть обучение постоянное. Обучаешься, и тебе начинают приходить профессионалы. Если ты не обучаешься, то ты остаешься с людьми, которые не развиваются. А ты обучаешься сам, обучаешь команду. Обучаешься сам, обучаешь команду. Те, кто не дотягивает, они уходят, тебе приходят профессионалы, еще круче специалисты. И ты должен постоянно вокруг себя растить звезд, взращивать звезд и приглашать звезд. Эти звезды способствуют тому, чтобы те, кто у тебя работал, чтобы они еще звездее стали. То есть надо постоянно, чтобы, если ты хочешь, чтобы ты был, во-первых, в долгосрочной перспективе актуальным, то есть 22 года мы работаем, и чтобы ты 22 года был актуальным, надо, чтобы постоянно у тебя команда с тобой вместе росла. А для того, чтобы у тебя работали профессионалы, ты должен сам отвечать тоже. Ты должен на голову выше их быть, чтобы эти профессионалы слушали тебя. Потому что он профессионал в своей какой-то области. Учишься об своих людей, они об тебя. То есть это, знаешь, жизнь такая, да? Психолог вот мне говорила, учиться, допустим, об супруга, да? Учиться... Короче, окружай себя умными людьми. Да. И умеет самому. Развивайся, и бизнес тоже будет развиваться. Сам развивайся, развивай команду, и бизнес тоже будет развиваться. Да, супер. Кумбат, спасибо большое. Очень вдохновляющее интервью. Я думаю, что многих замотивировало. И действительно, я всегда тоже говорю, вот пока есть энергия, пока есть молодость, делай что-нибудь для своей старости, да? Да. Сказать, для своего зрелого возраста, чтобы каждый мечтает, и не надо мне говорить, что никто не мечтает, жить все равно, там, после, наверное, 55, после 60, где-нибудь на берегу моря, и наслаждаться просто тем, что ты делал всю свою жизнь. Поэтому, Кумбат, спасибо большое за мотивацию. Я думаю, что вы многих сейчас вдохновили. Еще раз, развивайся, и будет у тебя все хорошо. Да. Продолжение следует...